Угадайте, что? США возобновляют работу биолабораторий на Украине. Это от 7 апреля. И забавно это потому, что они говорили, что если ты о них говорил, то ты сумасшедший белый супремасист-конспиролог. Им ты и был. А это Рейтерс от 22 марта 2022. США опровергает заявление России о лабораториях биооружия на Украине. Берёт и опровергает. Вот USA Today. Факт-чек. Так. Ложные заявления о биолабораториях на Украине являются российской дезинформацией. А ты... Окей, а что за факты? Я хочу посмотреть. А что за факты оказались ложными, коли это факт-чек? Это не... Америка не владеет этими лабами, так как они и приписаны к Украине. Технически это не лаборатории США. Они ими просто управляют. Да, но почему они ими управляют? Эм... Итак, когда видишь такое, здесь, говорится, США возобновляют биолаборатории на Украине, и это напечатано в телесур. Эм... В смысле возобновляют? Факт-чек показал, что это была ложь. Это уже было подвергнуто факт-чекингу и оказалось ложью. Как вы можете такое утверждать? Вот, USA Today, факт-чек от февраля прошлого года. Это ложь. Нет, у нас там просто был договор. Я не понимаю, почему там только Украина, Америки нет. Если мы договариваемся с ними по поводу биолабораторий, что-то не бьется. Какое мы вообще имеем отношение, если у них свои био... Я думал, что факт-чек будет типа, ну, это вообще-то мирные биолабы, так что... Ну, нет, какая-то странная бюрократия, которая не особо относится... Итак, это пропагандистка США Элла Ли пишет какую-то трэш-статью. Это вообще-то фейк-ньюс. Это называется фейк-ньюс. Так что... Эм... Они говорили, что как раз из-за этого им и не нравится Алекс Джонс, так как Алекс Джонс делал фейки. Так они говорили. А теперь мы видим, как USA Today и Reuters делают их все время. 24 на 7. Они-то как раз и создают постоянно фейк-ньюс. Спорю, что у них теперь Ирак считают плохой идеей. Теперь. Это заняло у них 20 лет, чтобы понять. Хотите посмотреть, откуда мы знаем, что на Украине есть биолаборатории? И я бы не удивился, если бы оказалось, что их финансировали фаучи, потому что... Звучит очень пауханьски. JFK, RFK-младший у нас на программе показал, что фаучи был во главе биологических исследований Пентагона. Это после сибирской язвы? Да, после нее, где-то в 2002 или 2003. И, кстати, именно поэтому у него была самая большая зарплата в правительстве. Так как он занимался еще этим. Он был главным в NIH и также занимался биоружием в Пентагоне. И поэтому он отправлял... Он был главным по всем разработкам биооружия. В США было три утечки вирусов, так что они прекратили разработку биооружия здесь и переместили ее в места по типу Украины, вероятно, Китая. А вот Марко Рубино спрашивает Викторию Нуланд, есть ли биолаборатории на Украине. И он получил не тот ответ. Я хочу спросить вас, у Украины есть био- или химоружие? У Украины есть комплексы по биологическим исследованиям. И мы, кстати, весьма обеспокоены тем, что российские военные, российские войска могут захотеть заполучить над ними контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, какие они должны предпринять меры, чтобы предотвратить попадание материалов этих исследований в руки российских войск. Я уверен, что... Знаешь, знаешь, что это похоже? Как-то я помню, в колледже мы потеряли пакет хорошей травы в комиссионке. И моя девушка такая, а вы не находили зеленый пакетик? Именно так она звучит. Да, именно так и звучит. Итак, если это не разработки био-оружия, то почему ты так беспокоишься, что они попадут в руки к русским? Ну, ведь правда же. Итак, российская пропаганда уже выкинула различную информацию по поводу того, как они раскрыли планы украинцев по использованию био-оружия. Все в координации с НАТО. Были ли инциденты или атаки био- или химоружия в самой Украине или где-либо еще, по поводу которых вы были бы уверены, что это дело рук русских? Сенатор, у меня нет никаких сомнений. И это классическая тактика русских — обвинить другого в том, что сами планируют сделать. Классика. Так только русские делают. Мы бы... Она бы так никогда бы не сделала. Классика. Классика, бро. Мы... Мы так не поступаем. Американцы никогда так не делали. Нет, это русские всегда создавали повод, чтобы куда-нибудь вторгнуться. Классика. Классика. Эй, Марко Рубио, Россия может захватить наши невоенные гражданские разработки, а мы так над ними трудились. Вот почему. Знаешь, как это непросто. Вот из-за чего расстройство. Вот опять он. Это 10 марта 22-го года с директором ЦРУ Биллом Бёрнсом. Итак, поехали. Я думаю, люди встрепенулись, когда она сказала, что мы переживем, что русские захватят эти комплексы, так как это предполагает, что в них находится что-то опасное. Вот именно. Именно это и предполагаешь, правда? Итак, и я не знаю, может вы можете пролить свет на то, как может быть что-то опасное в лабораториях, но это не лаборатории биооружия. Сенатор, знаете, все, что я скажу, это что опасность заключается в потенциале, который русские развили и использовали в прошлом, и также в их заинтересованности в попытке создания ложных нарративов. И, насколько я понимаю, вы должны быть очень осторожны с, ну, знаете, этими субстанциями, о которых вы говорите, что вы видели в гражданских, медицинских и исследовательских комплексах по всему миру. Почему вы должны быть с этим очень осторожны? И это не совсем то, что опасности, которые могут быть связаны с комплексами по разработке оружия. Нет, это всего лишь зеленый пакетик. Ничего такого, вы не находились в зеленый пакетик. Если найдете, то позвоните по этому миру. Зеленый пакетик. Всего лишь зеленый пакетик. Там внутри такая зеленая штука. И мы нашли его. И этот парень такой, эй, как оно может быть опасно, если это не биооружие? Раз, два, три, четыре, пять, русская Деза, опять. Я видел, как шестилетние дети более убедительно врали по поводу чистки зубов. Ты почистил зубы, Тимми? А Россия постоянно врет. Ни этот парень, ни Виктория Нуланд не отрицали, что комплексы по биооружию есть. Вы заметили? Что возвращает нас к статье, США заново запускают лабы. Российское министерство обороны утверждает, что Соединенные Штаты возобновили свою неоднозначную деятельность по биологическим лабораториям на территории Украины. Уделив главное внимание на постройку новых секретных объектов и тренировку персонала. Во время выступления в СМИ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, российский начальник войск радиационной, биологической и химической защиты, представил новую подборку документов о якобы финансируемых США биологических программах на Украине. Во время брифинга он заявил, что, несмотря на паузу из-за российской специальной военной операции на Украине, деятельность США по этим программам была возобновлена. И на данный момент главной задачей является продолжение строительства биологических лабораторий на Украине, а также расширение формата обучения украинских биологов. Кириллов сослался на протокол встречи 20 октября 2022-го, на котором присутствовали делегаты агентства по сокращению военной угрозы, несколько украинских высоких чинов и представитель компании Якобс-CH2М. Заявленная повестка встречи была связана с возобновлением биологических исследований на Украине, которые временно были приостановлены из-за конфликтной ситуации между Москвой и Киевом. Эти люди действительно странно пишут. Сейчас проект был возобновлен с упором на обновление законодательного обеспечения, пересмотр режима обучения, а также возобновления работ и завершения строительства, как указано в протоколе на украинском языке. Согласно документам, выяснилось, что программа, которая изначально называлась «Совместное биологическое исследование», была переименована в «Исследование по биологическому контролю». Отлично. Мы будем контролировать. Это как то, что они сделали в Ухане. Мы будем контролировать, это контроль, мы будем... А откуда вы знаете, что контролируете? Ну, в названии же сказано. Назовем это «Клуб только для панголинов». Согласно Кириллову, Соединенные Штаты предприняли меры по снижению каких-либо рисков по утечке от украинских экспертов информации, касающейся истинной сущности этих биологических исследований. Классическая русская... Классика, классика. Классика, классика. Так что, прекрасные новости, мы опять начинаем заниматься весьма рискованной хернёй на Украине. Да уж, сейчас как раз самое время возобновлять такие типы исследований на Украине. Невероятно. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин